В Елабужском институте Казанского федерального университета в шестой раз состоялся Всероссийский форум работников дошкольного образования. Целями мероприятия по традиции являются обмен опытом и достижениями между воспитателями детских садов из разных регионов страны, а также презентация исследовательского опыта научно-педагогического сообщества в области развития дошкольного образования. В этом году с докладами и мастер-классами выступили более 50 спикеров из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владивостока, Чеченской республики и других регионов страны. Республика Татарстан представляет собой систему образования, это 1984 учреждения, более 210 тысяч воспитанников, более 50 тысяч это сотрудников, из них более 21 тысячи это педагогов. И я год педагога и наставник, к сожалению, он завершается, я хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, мира, добра, благополучия, чтобы были у вас, конечно же, единомышленники. Ключевым событием нынешнего форума стала работа выставок, где был представлен лучший опыт муниципальных районов Татарстана в области дошкольного образования, а также современные разработки учебного, программного и дидактического оборудования для дошкольных образовательных учреждений. Каждая разработка была доступна для ознакомления в интерактивном формате, а также представлена в виде презентации в рамках тематических секций. Так, например, большой интерес у участников форума вызвали образовательный робототехнический набор на базе конструктора МАБОТ, конструктор ЭКОПРИЗ, сиреневая мультстудия для создания стоп-моушен-анимации, а также система настольных развивающих игр для обучения татарскому языку АКЛУИННАР. Мы представляем здесь сегодня в Елабуге, в вашем замечательном городе, наш уникальный проект, который называется АКЛУИННАР. Это система настольных развивающих детских игр, предназначенная для детских садов и школ, начальных школ. Что мы здесь видим? Десять игр, и каждая направлена на развитие определенных скиллов. Вот здесь, допустим, у нас мелкая моторика, координация глаз-рука, здесь у нас баланс, здесь тоже мелкая моторика, здесь речевые навыки, там память и внимание, то есть такой вот широкий спектр. И вот такой вот комплект, 10 штук в количестве 10, то есть всего 100 игр, получили в этом году 100 детских садов Татарстана при поддержке нашего Раисы и при поддержке Комитета по сохранению и развитию татарского языка. Комплексное образовательное решение «Сиреневая мультстудия» для съемки покадровой анимации с детьми от 4 до 99+. Значит, благодаря самому станку и программному обеспечению, дети самостоятельно могут создать мультфильм от начала до конца. Принцип простой, то есть мы делаем кадр за кадром и получаем готовый мультфильм. То есть программа нам сама его смонтирует, мы здесь же можем добавить сразу же звуки, есть много уже вставленных шумов, уже предустановленных. Можно добавить что-то свое из папки, можно тут же сделать запись, чтобы дети сразу озвучили диалоги. Конструктор называется «Экоприз». Это уникальный конструктор, такого нету. Он состоит вот из таких крупноузловых элементов. В нем 29 уникальных деталей, не повторяющихся друг на друга. В комплекте к набору идут вот такие три замечательные книжки «Помощь педагогам», чтобы легко могли начать работать. С помощью данных методичек можно собрать более 50 моделей. После участия в конференции вот такую коробку с методическим пособием мы оставили на кафедре дошкольного образования Федерального университета, чтобы педагоги смогли ознакомиться и внедрять уже опыт в свою деятельность. К вам мы приехали впервые. Мы вам привезли наш продукт, который был разработан группой специалистов в Ярославле совместно с Педуниверситетом Ярославским, с РО Ярославским, с методистами, с педагогами. Этот продукт называется «Образовательный робототехнический набор» на базе робота «МАБОТ». Он представлен у нас сегодня на стенде. Вы можете его посмотреть, потрогать. Он предназначен для детей дошкольного возраста и начального возраста. Он состоит из больших крупных деталей, которые дети очень просто... Из них собирают различных абсолютно роботов. Они ими могут управлять, они их могут программировать в системе Scratch. Также для педагогов прописаны методические пособия. То есть педагог может по этим пособиям уже проводить занятия. То есть не обязательно какая-то специальная подготовка для педагогов. Собственно, все написано простым языком, понятным для педагогов и для детей. По завершении рабочей программы участники форума обменялись впечатлениями, единодушно высказав мнение, что мероприятие позволило каждому получить багаж новых знаний и идей для дальнейшей работы. Айдар Нурмиев, Пресс-служба и Лабушского института КФУ.